Предпринимательство без вреда для общества – основная цель политики, законодательной и исполнительной власти в Самарской области. Речь идёт о поправках в региональных законах. С 1 августа продавать алкоголь по воскресеньям после 17 часов запрещено, как и торговать и в магазинах площадью менее 50 квадратных метров. Кроме того, разливать спиртное в заведениях так называемого общепита также незаконно. Принципиально важно не просто принять закон, потому что мы принимаем достаточно много законов и мы в то же время сталкиваемся с проблемой его правоприменительной практики, его эффективной реализации. А вот в данном случае закон принят и мы видим последовательную системную работу по реализации этого закона. Добиться положительного результата удалось благодаря совместным усилиям законотворцев и полицейских, которые также пытаются сделать всё возможное в борьбе с нелегальной торговлей алкоголем. В первую очередь это касается почти 100 питейных заведений, так называемых разливаек, расположенных на первых этажах жилых домов, которые работали на территории Самарской области. Теперь они закрыты. Это по сути революция в Самарской губернии. И сегодня, 1 числа, 97 сотрудников органов внутренних дел, как на пост к вечному огню, постали у этих питейных заведений и закрыли. Закрыли и путём убеждения общения с собственниками, убеждаемых, не позволить никому снова открыть подобные или иные питейные заведения. К убеждениям прислушались не только хозяева помещений, но и предприниматели, которые их снимают. В Самаре уже перепрофилировано 5 заведений, которые вместо алкоголя теперь торгуют продуктами питания, бытовой химией, текстилем. Надоели уже эти проблемы, всё остальное, и проверки, и всё, и мы решили перепрофилироваться спокойно, нормальных, то есть хороших бизнесов. Во время обхода Кировского района Сергей Солодовников ещё раз обратил внимание на те места, где раньше незаконно торговали алкоголем, чтобы убедиться, что разливайки, совсем недавно находившиеся на первых этажах жилых домов, закрыты. Также генерал пообщался с жителями. У тех предпринимателей, кто ещё в раздумьях, выбор невелик. Либо сменить профиль, либо свернуть незаконный бизнес в Самарской области. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.